Жители Киселевска, обратившиеся к канадскому премьеру с просьбой предоставить им убежище за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, заявил в субботу Кемеровский губернатор Сергей Цивилев. После посещения города специалисты выяснили, что очаги возгорания находятся в угольных пластах рядом с жилыми домами. Я сам работаю на разрезе, я водитель Билас. Занимаюсь тем же, что подсыпаю, я вожу вот эту горную массу на эти отвалы. Приедете сюда, вы просто ужаснетесь, что здесь происходит. Воду, увидели вы червяков в воде. Вот я живу в этом районе, где идет вода. Я не могу пить эту воду. Я покупаю воду в магазине, мокрированную. А вот воздух, то, что другие говорят, что постоянная пыль какая-то, что там снег зимой черный. Это все, правда, прямо на 100%. Я могу помыть сейчас машину, проехать немножко в другую черту города, у меня машина будет вся посажена. У нас, в принципе, не одеваются светлую одежду, там, рубашки, там, просто одеваться некуда. Люди, многие, кто могли уехать, уехали. Жизнь в городе становится невыносимой. Люди бросают свои дома, уезжают в другие регионы. Подтвердила нам еще одна жительница, Киселевская Светлана. Действительно, у них там критично, потому что прямо рядом это все горит, и этот запах гари, он и так-то у нас по всему городу это ощущается, потому что у нас вокруг прям разрезы. Тот участок, где горит, там не сильно так уж и много домов. Можно решить эту проблему, переселить людей. Люди вот мучаются, то есть у них хорошие дома, они за копейки их отдавать не хотят. Просят, чтобы это нормально оплатили, а нормально нас оплачивать не хотят. Поэтому делают такие условия для людей, чтобы они сами съезжали, сами бросали дома. Каждый район у нас находится вокруг отвалов, то есть один кусочек в одном месте. Отвал имеет целый город, уже на город не похож. Ну, дышать правда нечего. Бывает такое, что если пасмурная погода, то есть нет ветров, у нас мог такой стоит, темный, черный, прям вот можно сказать. И в этом году, я так думаю, что, наверное, людей больше уедет из Киселевска, потому что черный снег дал себе знать. Я бы тоже с удовольствием уехала, но квартиры у нас не продаются за такие цены, которые я могла бы потом купить себе хотя бы однокомнатную в другом регионе. Только из-за экологии. А уезжают вообще в другие регионы? В Кемерово, если и уезжают, то очень мало. В основном люди остаются здесь, те, у которых есть работа на разрезах. Поэтому за деньги, может быть, тут и держатся. Но уже детей своих сюда не хотят возвращать. Если они уезжают учиться, то они остаются уже в больших городах. Кто в итоге понесет ответственность за пожары в Киселевске? Михаил Сафонов продолжит. Когда мы звонили местным жителям, журналистам из Киселевска, из других городов, некоторые даже удивлялись. Мы же не звоним вам из Кузбасса в Москву, когда у вас торфяник загорится. Обычное дело. Кузбасс стоит на угле. Повсюду действующие шахты. И повсюду отработанные, закрытые, заброшенные. Но это не значит, что там нет угля. И когда туда попадает кислород, топливо начинает гореть. Теперь к ситуации в Киселевске. К частному сектору примыкает территория закрытой шахты Киселевская. Там когда-то разрыли огромную яму, на месте которой и возник пожар. Рассказывает редактор издания «Новости Киселевска» Наталья Зубкова. Это горит на месте, где раньше проходил подземный ствол. Здесь подземные работы велись. А потом кому-то в бошку стукнуло. На этом месте начать копать сверху. Смотря на то, что до домов 20 метров. А они это кто? А вот пойми кто. Знаете, сколько тогда было чернокопателей и всяких разных? Но территория была шахты Киселевская. Яма получилась глубиной 4 метра. Местные власти говорят про 2 метра. Не суть важна. Но факт, что яму забросали мусором и получилась свалка. Так кого же винить, что возник подземный пожар? Чиновники кивают в сторону жителей. Вот комментарий пресс-секретаря главы Киселевского городского округа Анастасии Тимофеевой. Жители начали засыпать все. Вот эту вот образовавшуюся выемку земную. И они начали засыпать мусором. Зола, бутылки. Больдозер, когда нас в свалку загнали у нас, просто он выгребал, оттуда полосты мусора вывозил. Очень много стекла. Поэтому я говорю, просто странно, что жители переживали, что у них дети провалятся в горящую массу. И при этом не переживали, что дети порежутся от стекла, которое там валяется. Власти даже привлекли ученых, которые подтвердили, что загорелся мусор. Но если территория заброшена, это не значит, что она ничья. По логике, отвечать должен собственник шахты. И, вероятно, Следственный комитет, который сейчас работает на месте, должен его искать. Это не так просто. Предприятие когда-то принадлежало местному бизнес-гиганту Сибирский деловой союз, СДС. Шахта закрылась и обанкротилась пять лет назад. Потом ее должны были рекультивировать. Снести постройки, залить водой, засыпать глиной, потом почвой и высадить траву и деревья. Это право выиграла на аукционе другая компания, тоже входящая в СДС. Правда, в позапрошлом году она продала свое оборудование некой швейцарской компании. И чем закончилась рекультивация, покрыта тайной. Сама шахта, по данным SPARC, принадлежит компании «Энергокузбасс». Мы позвонили ее гендиректору Ольге Мартыщенко. Услышав, кто звонит, она бросила трубку. Но жителям все это объяснить трудно. Например, на место пожара приехала техника компании «Кузбасс Разрез Уголь». И звучали голоса, что во всем виновата она. Начальник управления по связям с общественностью «Кузбасс Разрез Угля» Лариса Береснева говорит, что компания просто помогла тушить пожар. Нашей компании принадлежит лишь только часть одного разреза. Зачагом возгорания, который находится в частном секторе в Киселевске. К этому компания «Кузбасс Разрез Уголь» не имеет совершенно никакого отношения. Муниципальная власть обратилась к нам, чтобы мы помогли им потушить вот это возгорание. О масштабе пожаров можно судить потому, что глину, чтобы их засыпать, возят белазами. Но проблема не только и даже не столько в пожарах. В Киселевске, как и в других кузбасских городах, множество угольных разрезов, где уголь добывают открытым способом. Разрез – это огромная яма глубиной в несколько сот метров и шириной в километр. А вокруг – отвалы, оставшиеся после добычи. Жить возле разрезов опасно для здоровья. И когда жители Киселевска попросились в Канаду, они жаловались в первую очередь на смог, на пыль, на черный снег, на воду, на то, что не могут отпустить детей погулять на загрязненном воздухе и на онкологию. А вот совсем недавний случай. В другом городе на юге Кузбасса – Мыски – с отвала в речку сошел оползень. Кстати, такое уже было несколько лет назад, вспоминает кемеровский журналист Игорь Лавренков. У нас в 2015 году на 1 апреля был оползень, который нес железную дорогу. Можно погуглить «оползень на разрезе Заречной». Там такая вообще, там такая катастрофа. Если на это все закрывать глаза, то, ну хорошо, здесь у нас пожар, здесь оползень. А завтра у нас, значит, что-нибудь еще более жесткое, более плачевное. Ну, всякое, может быть. Тот разрез принадлежит компании «Суэк», и ей пришлось выплатить миллиард рублей ущерба. Наверное, если в Киселевске произойдет масштабная катастрофа, то кто-то за это тоже заплатит. Власти Кемеровской области сейчас разворачивают экологические программы. Одну из них местный губернатор Сергей Цивилев презентовал на питерском форуме «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». Хотя уголь по природе не может быть чистым и зеленым. Он черный и грязный.